Всем привет! Играем в фазмофобию, соло-кошмар, Близз Дейл. Хелен Мурс, фотографировать АМП распятия. Опять фотографировать. Уж эти фотосессии для призраков. Зачем все это работодателю? Почему он хочет смотреть на фотки призраков? Неужели он не верит нам на слово? Вопиющее недоверие к собственным сотрудникам? Или это нужно специально для команды, которая заедет после нас и будет заниматься изгнанием? А то они типа, вот, так, смотрим, Мариванна, призрак, да, да, это вы. Мы вас сейчас будем изгонять. А то сейчас бы Геннадия Петровича изгнали вместо вас, и вот это вот оно... Мы только зашли, а уже телепорты? Не рановато ли? Так, а где медведь? Медведь... Зеркало, ага. Ну я сейчас сама найду. Медведь в спальне в этой? Которая детская. И вот здесь медведь, подожди-ка. Нет, ты не коридорный. Нет, 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 не выдумывай конст... Блин. То есть он в детской все-таки. А медведя через стенку, да, долбанул? Ну нет! Please don't! Опа. Что опять? Что, что, что? Что ты кидаешь? Тапки. А что ты кидаешь? Да, мне очень интересно. Кружка стоит. Так, мне нужно зеркало. Непонятности какие-то. С самого начала. Ух, это будет интересная катка, я прям предчувствую. Давай смотреть. Ух, это будет интересная, конечно. Ванная? Ванная? Какая ванная? Ближняя, дальняя? Унитаз там был. Унитаз есть и там, и там. Божечки. Это что такое? Пошта? Пошта? А ну не мешай мне тут, пожалуйста. Пожалуйста, я тут вообще-то играю. Вот это ванна. Минусовая. Арба. Мимик, не мимик. Опа, отпечаточки. Да подожди. Ладно, давай так. Долго искать. Взаимодействие. То есть не отпечатки. Где я кинула фонарь? Это фотик. Ну нет, нету отпечатков. Значит, идем за радио. Блин, какой... Необычный призрак. Ну через стену, допустим, он кинул кружку. И через стену украл медведя. Причем медведя он украл моментально. Радио нам нужно. Сейчас будем проверять мимика. А разбушевался. Обычно он не выходит за пределы ванной. Это, кстати, мое любимое место для пряток. Так, почему он тут решил окопаться? Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ты здесь? Ты здесь? ты молодой ты молодой ты злишься дай мне знак по моему он опять постучал нифига себе это кстати хороший кидок был ревенант юрей хан туанрё чего да ну нет ты мимик да ты здесь ты молодой ты злишься дай мне знак да ты ж моя красавица ну давай давай уходи мне надо с тобой поговорить еще ты здесь ты здесь ты здесь ты молодой ты злишься дай мне знак да ну не отвечает ну что я сделаю интересное это просто какой-то очень активный призрак из числа вот этих четырех странно не замечала ни одного из них в такой активности в дикой ладно все бывает в первый раз еленмур можно провести тест на юрку целом если он его не пройдет то можно будет хотя бы юрея исключить сейчас объясню суть теста когда подготовимся тест этот работает только в одну сторону поэтому нужно быть внимательным при его исполнении юрея есть способность не выходить из своей комнаты после обкура в течение полутора минут поэтому соответственно мы можем поставить сюда два датчика движения убедиться в том что призрак находится здесь минусовая мы поджигаем здесь благовоние то есть обкуриваем комнату выходим и засекаем время смотря на датчики движения если призрак выйдет наружу за эти полторы минуты мы можем сказать что это не юрей но если он не выйдет к сожалению нам это ничего не скажет потому что тест как я уже сказала односторонний у большинства призраков есть способность ну особо не выходить за пределы комнаты опачки это юркина кстати была обилка дыши 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 а ты улетел все не дыши тогда не дыши он полетел смотри вот это была чисто юреевская обилка ребята поэтому целом смотрите что мы можем сделать мы сейчас берем благовоние у юрея есть еще одна скрытая обилка которая гораздо более палевная скажем так юрей может закрыть дверь провести такой гост-эвент я разряжаюсь намеренно сейчас все и и и и Продолжение следует... У Юрея есть обилка сделать такое взаимодействие, или гост-эвент, в рамках которого он закроет полностью дверь в комнату, в которой сидит, и при этом не появится. Если вы видите такое, это 100% Юрей. Крест сожрал два раза. Короче, можно было не вызывать охоту. Он уже и так ест кресты, просто как не в себя. С тех пор, как обилки призракам бафнули, в том плане, что сделали их более часто встречающимися, мне кажется, что Юрей стал одним из самых легких призраков, которыми можно определить на кошмаре. Не самым легким, но одним из. Потому что, если вы встречаете вот этот такой вот гост-эвент, то вы можете полностью быть уверены в том, что это Юрей. Ни один призрак такого больше не делает. Вот он не закрывает двери, не появляясь при этом. Что, в общем-то, позволяет нам делать... У меня кнопка далее забаговалась. Блин, я не посмотрела, сколько там было минут. Дурацкая кнопка. Короче, что позволяет нам делать такие небольшие катки по типу спидранов. Даже с учетом того, что у нас был крест, который, в принципе, требует определенных действий, да, типа разрядки. Катка эта была быстрая. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.